Здравствуйте! С вами Нургалис Сабитов. Это программа «Дежурная часть». Чрезвычайные происшествия, громкие дела, уголовные расследования и изменения в законе. Все это в нашем проекте. Следующие пять минут. Права по объявлению. Аферист из Караганды обманул несколько человек на миллионы тенге. Проблемы с весом. Грузовик в Астане повредил полицейскую машину, пытаясь избежать контроля. Любовь на грани. Мужчина едва не погиб после семейного скандала в ИКО. Жуткую картину увидели полицейские города Алтай, прибыв поздней ночью на место семейного скандала. У входа в дом мужчина повис на веревке, обмотанной вокруг шеи. Когда его вытащили из петли, он едва дышал. Полицейские принялись проводить экстренную реанимацию до приезда скорой помощи, делать массаж сердца. Только спустя шесть минут после оказания первой помощи у мужчины появился пульс. Когда он пришел в себя, то поблагодарил полицейских. По его словам, он пошел на такой шаг из-за ссоры с женой, которая после скандала ушла из дома. Позже они помирились. Десятилетний мальчик сорвался с обрыва в Алматинской области. Это произошло в ущелье Карасайского района. Ребенка нужно было эвакуировать в экстренном режиме, поэтому спасатели вызвали вертолет. Мальчик получил закрытый перелом ключицы и многочисленные ушибы. Также у него рассечена голова. Пострадавшего подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай. Оттуда увезли в больницу. Вертолет потребовался и заблудившимся туристам, которые отправились покорять пик Большой Алматинский. Семь человек вышли в поход рано утром, но не рассчитали время и заблудились в горах. Во время блужданий двум участникам восхождения стало плохо, и они решили звать на помощь МЧС. Поиски осложняли темное время суток, низкая температура воздуха и скалистый рельеф местности. Спасатели нашли туристов спустя семь часов поисков. На вертолете их эвакуировали в Алматы и передали медикам. Пьяного водителя лишили прав в Туркестанской области. Полицейские заметили на дороге Даева Матис, водитель которого ехал непристегнутым, и последовали за ним. Когда машина остановилась, они увидели, что за рулем нетрезвый мужчина. 58-летнего жителя региона посадили на 15 суток. Вновь за рулем сможет сесть только через 7 лет. Аферист, обещая оформить права, обманывал жителей Караганды. О своей деятельности он рассказывал в социальных сетях. На одно из объявлений обратил внимание 27-летний карагандинец. Он перечислил мошеннику больше миллиона тенге, чтобы тот помог ему восстановить права. Но в итоге ничего не получил. Аферист пропал вместе с деньгами, а обманутый мужчина обратился в полицию. Стражи порядка задержали 43-летнего горожанина, который, как выяснилось в ходе следствия, обещал права еще двум жителям Караганды. Грузовик наехал на машину транспортной полиции в Астане. Водитель большегруза пытался избежать процедуры взвешивания на столичной объездной дороге. В Министерстве транспорта сообщили, что с момента запуска автоматизированной системы на основных пунктах въезда в Астану инспекторы регулярно фиксируют такие правонарушения. Водители отказываются подчиняться требованиям закона. На объездной дороге Астаны вблизи поселка Хазалсуад водители нескольких тяжеловесных автотранспортных средств не только отказались от прохождения транспортного контроля, но и пытались скрыться с места задержания. Так водитель грузовика, чтобы избежать взвешивания, наехал на служебную машину инспекции, нанеся и механические повреждения. Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Грузовик увезли на штрафстоянку. 34 телефона спрятали в мешке с морковью, чтобы передать в колонию Караганды. Запрещенный подарок для осужденных обнаружили в «Газели», которая доставляет продукты на режимный объект. Сотрудники колонии досматривали автомобиль, когда в одном из мешков обнаружили 4 полиэтиленовых свертка черного цвета. Помимо телефонов в них находились наушники, флеш и сим-карты. Следственная оперативная группа устанавливает адресата ценной посылки. Ему грозит штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей. Пассажир вылил свою злобу, полную брани и агрессии на водителя автобуса в Алматы. Видео появилось в социальных сетях. Нарушитель несколько минут отчитывал водителя и даже угрожал ему расправой. Завершая гневную тираду, он разбил стекло кабины шофера. При этом призывал его вести себя достойно. В департаменте полиции Алматы сообщили, что дебошира уже задержали и доставили в полицию. За совершение мелкого хулиганства его привлекли к ответственности. Материалы дела направят в суд. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова